Всем привет! Выник Налитинсблог. Сегодня я расскажу вам о том, как легально остаться в Корее, даже если вы не имеете для этого реальных и достаточных оснований. А не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, на котором вы смотрите это видео, а также на Telegram-канал, в котором я каждый день делюсь новостями о Южной Корее. Если у вас нет достаточных оснований, чтобы оформить долгосрочную визу, я имею в виду, это виза, может быть, брачная виза, либо, например, у вас студенческая виза, мы сейчас эти случаи не рассматриваем. Мы рассматриваем случаи, если, например, у вас вообще нет оснований для въезда в Корею, основание только одно, это въехать как турист, то есть это оформить въезд по электронной системе Кето. Если вы интересовались въездом в Южную Корею, вы знаете, что такое Кето. Это электронная система, которая позволяет вам въехать в Корею, то есть, по сути, это как виза, но она делается в электронном формате, то есть вы заходите, заполняете определенные данные, платите госпошлину, и вам либо разрешают въезд в Корею, либо отказывают во въезде в Корею. После того, как вы въезжаете в Корею по Кето, у вас есть 60 дней для того, чтобы находиться в стране. И дальше начинается самое интересное, как раз тема этого видео, потому что дальше несовершенство корейского законодательства делает настоящую магию. Также, я говорю, ссылаясь на богатый опыт своих друзей, знакомых, с кем я общался, и которые вот таким образом воспользовались и находятся сейчас в Южной Корее, работают, занимаются творчеством. В общем, кто чем хочет, тем и занимается. После того, как вы въехали в Корею по Кете, то есть, по электронному разрешению на въезд, у вас есть 60 дней. 60 дней вам нужны для того, чтобы либо вы, как турист здесь водите, все смотрите, фотографируете и уезжаете домой-обратно. Но в вашем случае, в нашем случае, да, который мы сегодня с вами разбираем, эти 60 дней вы должны посвятить на то, чтобы оформить статус беженца. Статус беженца можно оформить только в пределах той страны, где вы находитесь. Я имею в виду это непосредственно Корея, куда вы приехали. Потому что это очень логично, так как вы сбежали из страны, да, в которой вам что-то угрожало. Как раз только в Корее можно оформить статус беженца. Оформить это заранее невозможно. То есть, говоря другими словами, вы просто запрашиваете статус политического убежища, либо какого-то другого убежища, например, там, по мотивам ЛГБТ-тематики, или каким-то другим мотивам, вы можете запратить статус убежища в стране Южной Кореи. Для оформления необходимо предоставить следующие документы. Первое, это, естественно, прописка. У вас должно быть постоянное место пребывания в Южной Корее. Какое-то, за которым вы закреплены непосредственно. Второе, это необходимо предоставить как раз историю на английском, либо на корейском языке. История эта имеет в виду с подтверждением того, что у вас были какие-то проблемы с российским правительством. Например, я сейчас говорю про Россию непосредственно, потому что я сам из России, да. И, например, там, если вы выходили на митинги, вы сидели там в СИЗО и прочее, 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 у вас были проблемы с правительством, то есть вы это все предоставляете подтверждение. Естественно, у большинства этих проблем не было, поэтому это все делается. Об этом, если нужно, поговорим в другом видео. Если у вас были также притеснения по ЛГБТ тематике, вы также можете это указать, да, то есть как причину получения статуса беженца в Южной Корее. Третье, вам необходимо пройти медицинское обследование в Южной Корее. Четвертое, вам нужно будет заплатить госпошлину. Еще раз с вами перечисляем. Первая, прописка. Вторая, история на английском, на корейском, на английском или на корейском языке. Пройти медобследование и заплатить госпошлину. Вот, вот четыре пункта вам нужно обязательно соблюсти. То есть четыре документа вам нужно предоставить обязательно, для того, чтобы вам вообще рассматривали эту G1 визу, G1 статус. А теперь слушайте внимательно. 99% от визы G1 отказывают. Потому что огромный поток людей, то есть тысячи людей приезжали в 2023 году, и ранее приезжали, и подавали на визу G1, для того, чтобы остаться в Корее. Дальше, как это все вот работает, я вам расскажу, поэтому смотрите видео обязательно до конца. 1% только добрень. Историю пишут все. История, она бывает разной. Я не буду говорить сейчас, что конкретно писать в истории, потому что, если вы этим вопросом будете заниматься, вы сами все это узнаете. Но, еще раз, важный факт. 99% людей, они остаются в Корее какое-то время, но впоследствии им в получении визы G1, то есть статуса беженца, отказывают. Естественно, они не являются беженцами политическим причинам, либо причинам, связанным с ЛГБТ, потому что должны быть очень веские основания, чтобы вам действительно отдали гуманитарную визу беженца. Например, если мы берем с вами за 100% 100 заявок, одну заявку реально одобрят из 100. Вы собрали документы, вы их приносите, и документы рассматривают. При этом на момент рассмотрения документов вам дают документ такой, это карточка, ID-карта в Корее она называется, это аналог корейского паспорта. То есть пока вы находитесь на рассмотрении, вы уже получаете ID-карту, благодаря которой вы можете легально находиться в стране. А через 3-6 месяцев вам назначают либо собеседные, либо вам нужно будет прийти, чтобы продлить ту же ID-карту. То есть еще раз, как это работает? Вы пришли, подали документы, вам выдают уже ID-карту пластиковую, и вам назначают следующую дату, когда вы приходите, либо через 3, либо через 6 месяцев. Чаще всего это 6 месяцев, но я слышал реальный кейс, реальный случай, когда через 3 месяца приходят. Почему такой большой срок, спросите вы? Огромное количество людей приезжают и подают документы именно на визу G1. Естественно, государство должно их все рассмотреть, оно не может просто взять и отказать, потому что незаконно. Вас никто не может выгнать из страны, потому что вам в стране, по идее, по вашей истории угрожает вашей стране опасность. Далее вот эти полгода, которые первые у вас есть, вы работать не имеете права. Ну, а смотрите, в чем отличается, например, разница у тех людей, которые приехали сюда по «Кети, я стали здесь нелегально» и от вас, в том, что вы можете легально находиться на территории Южной Кореи, но не имеете права на работу, хотя многие работают. А те, кто приехали сюда нелегально, и 2 месяца у них прошло, то есть я имею в виду «Кет» у них из стекла, они находятся в Корее нелегально. То есть если их поймают, их сразу депортируют. Они нарушают закон. Вы в таком случае, если вы не работаете первые полгода и находитесь в Корее, вы закон не нарушаете, то есть вы соблюдаете все по закону. Далее, через 6 месяцев вы приходите, и тут есть два варианта. Либо вам назначают другую дату, вам ID-карту продлевают, и через полгода вы уже имеете право официально работать. Почему это сделано? Опять же, подразумевается так, что вы сюда приехали, у вас деньги заканчиваются. Так как вам правительство Кореи не рассмотрело, например, заявку, и оно продлило вам просто этот статус в вашей заявке. У вас есть ID-карта, и через полгода вы имеете право работать. При всем при этом, вам может быть через полгода отказано. Уже на собеседовании вам могут сказать, что все, вам отказали. В таком случае есть два варианта. Смотрите, если вам отказывают, вы можете собрать вещи, поехать домой, но полгода вы уже побыли в Корее. Это все равно неплохой опыт. Но вы можете подавать на апелляцию. Подавать на апелляцию можно в течение 10 дней с момента отказа. Подавать на апелляцию можно три раза. Апелляцию долго рассматривают, суды часто переносят. Из-за всего, из-за этого люди в Корее живут годами. То есть, смотрите, еще раз, давайте с вами поговорим, это очень важно. Чаще всего продлевают вот этот статус неопределенный каждые полгода. До тех пор, пока не будет полный отказ. Например, вот первый раз вы пришли, вам дали вот эту карточку, ID-карту на полгода, вы не можете по ней работать. Через полгода вам опять продляют, потому что огромное количество заявок, и государство не успевает их просто все рассмотреть. Потому что для того, чтобы, сами понимаете, проанализировать, понять, что вы действительно тот, за кого себя вы даете, что у вас действительно такая история, и, скорее всего, вам отказать, нужно огромное количество времени. Потому что это огромный сбор информации, и вы не один, и работы у государства много, в частности, даже у тех органов, которые занимаются вот этими вопросами. Я знаю то, что чаще всего затягивается процесс рассмотрения вот по G1 визе. Это там 2-3 года, то есть 2-3 года, им не выдают никакого решения, и просто вот каждые полгода продлевают. Либо каждые там 3 месяца, в зависимости от того, насколько вам изначально сказали. Получается, что вы здесь легально находитесь, легально работает, и все у вас полностью легально. Это отличный способ, ребята, и он реально работает. Дальше что происходит? Допустим, через полгода, первые полгода, либо через 3 года, вам пришел отказ, и вы начинаете делать апелляции. Вы можете подать до 3 апелляций, то есть вот, подали апелляцию, там суд прошел, суды затягиваются на очень большой период, там вам могут суд назначить через 2 месяца, через 3 месяца, через полгода, потому что суды, они тоже работают по расписанию, да, у них тоже много-много дел, и, соответственно, этот период вы находитесь скорее легально. Просто офигенная возможность для вас, я с вами ею делюсь. Поэтому поставьте этому видео лайк, если информация действительно была для вас полезной. И в завершении этого видео я бы хотел такую вот важную информацию проговорить. Смотрите, очень многие люди, они боятся, что когда приедут в Россию, у них будут проблемы, и это не безосновательно, потому что, естественно, вы подаете, например, в Корею заявку о том, что вы беженец из России, то, что вас преследуют по политическим мотивам, да, или, например, по ЛГБТ тематике вас преследуют в России, вот, и вы подаете заявку в Корею, просите убежище. Например, вам в убежище отказали. И дальше многие боятся, что вот они приедут в Россию, и их будет, с ними будет беседовать ФСБ. И это действительно так. Но Корея не предоставляет данные о том, что у вас была подана заявка на беженство. Если вам нужны доказательства, как минимум, Конвенция ООН, она запрещает это делать. А Южная Корея, как, разумеется, да, как нормальная страна, она соблюдает Конвенцию ООН. То есть, и Конвенция ООН запрещает подавать данные о своих беженцах, то есть, о беженцах, я имею в виду, которые бегут в Корею. И это логично, да, потому что, если, например, та страна, из которой вы бежали, допустим, та же диктатура, вас просто в ней потом скрутят, бросят в тюрьму. Так вот, если вы никому не скажете о том, что вы в Корее подавались на беженство, никто об этом и не узнает. У вас будет только штамп стоять на въезд в Корею и штамп на выезд. Вы можете сделать как? Вы можете ехать через третью страну, вы можете напрямую даже в Россию вылетать, и при этом у вас нигде в документах не будет информации о том, что вы подавались на беженство, только если вы сами об этом в России не скажете. Ребята, это потрясающий способ. Пока он работает, как долго он будет работать, я не знаю. Я лично считаю так, что эту лавочку скоро прикроют и возможности такой возможно в ближайшее время не будет для того, чтобы вот так вот легально въезжать в Корею, при этом не имея для этого никаких оснований. Пишите в комментариях, как вам такой способ, также обязательно пишите в комментариях вопросы, которые у вас возникают. Я сделаю, наверное, подробное видео с разбором ваших вопросов или, может быть, на какой-то конкретный вопрос я сделаю большое видео. Подписывайтесь на этот YouTube канал, на котором вы смотрите это видео, а также на Telegram канал, в котором я каждый день рассказываю о жизни в Корее. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok